Здравствуйте! На Десна ТВ время новостей в студии Ксения Бьюшкова. Сегодня в нашей программе. На какую помощь от государства стоит рассчитывать при рождении ребенка? Если раньше на первого ребенка выплаты получали до полутора лет, то с 1 января 2020 года выплаты у нас могут быть оформлены детям до трех лет. Крещенские купания – традиция, которая должна быть безопасной. Это, конечно же, очень хорошо для организма, это закалка, но нужно быть все равно аккуратным. Об этих новостях и не только, а подробнее. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поделился своими впечатлениями от послания Федеральному собранию президента Российской Федерации. Глава Смоленщины лично присутствовал в зале во время оглашения послания 15 января и отметил крайне важные для страны инициативы. Они способны благотворно сказаться на социальной и экономической обстановке в стране. Большая часть послания была посвящена социальной политике нашего государства, что совпадает с той политикой, которую проводит администрация Смоленской области под моим руководством на протяжении уже 7,5 лет. Были озвучены новые инициативы, которые позволят улучшать в регионах демографию. Такие инициативы, как выделение средств на первого ребенка, изменение подходов к финансированию последующих детей – это очень радостные новости на фоне того, какая демографическая картина в целом в стране и в Смоленской области в частности. Крайне отрадно было услышать то, о чем администрация региона говорит на протяжении последних лет, что проблему сельских учителей и врачей не решить, если не вводить в стране хорошо забытое старое советское целевой метод обучения студентов. Это крайне позитивные изменения, которые в итоге приведут к тому, что на селе люди перестанут испытывать проблемы с узкими специалистами в медицине. Также были озвучены иные инициативы, все они совпадают с желаниями регионов по коренному изменению подходов к решению многих проблем в стране. Большинство молодых семей нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Особенно это важно в тот момент, когда на свет появляется ребенок. О том, на какую помощь от государства стоит рассчитывать в этом случае, смотрите далее. У нашей героини Алены Маркевич уже есть ребенок, о втором она пока только задумывается. Но Алене уже интересно узнать, на какую помощь от государства стоит рассчитывать в будущем. В любом случае, маленький ребенок – это такой же полноценный человек, как и мы. Это дополнительные финансовые траты, кружки, одежда, развивающие материалы. Было бы интересно узнать о мерах поддержки от государства и как ими пользоваться. В России с 2018 года появились так называемые путинские выплаты. Кто на них может претендовать, какой размер выплат ждет родителей, и какие изменения произошли в 2020 году, нам рассказали в отделе по социальной защите города Ясногорска. Если раньше на первого ребенка выплаты получали до полутора лет, то с 1 января 2020 года выплаты у нас могут быть оформлены детям до трех лет. Это ежемесячная денежная выплата. Она выплачивается тем, у кого среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. По Смоленской области на 2020 год такая сумма составляет 24 176 рублей. В семьях, где доход на каждого члена семьи меньше данной суммы, родители имеют право подать документы на дополнительную выплату. Таким образом, ежемесячно родители будут получать 10 898 рублей. Такая выплата назначается на срок до достижения ребенком одного года. После того, как ребенку исполнился год, родители должны подать новое заявление с новым пакетом документов до достижения ребенка двух лет. Далее действуем по той же схеме на продление выплаты уже до трех лет. А кто получал пособие в 2019 году по старым правилам до достижения ребенком полутора лет, теперь могут также подать заявление на продление пособия. Ежегодно родителям для оформления таких льгот нужно приносить новый пакет документов. С ним можно ознакомиться на сайте департамента Смоленской области. Документы можно подать либо в многофункциональном центре, либо в городской администрации в отделе социальной защиты кабинет 105. Чтобы претендовать на такое пособие, оба родителя должны иметь официальное трудоустройство. Рассчитать среднедушевой доход семьи можно через отдел социальной защиты. Ну а если вам просто интересно, как и мне, тогда можно воспользоваться различными сайтами. Вбиваем в поисковике «Как рассчитать путинские выплаты» и заходим на первый сайт. Сложили доходы за весь год, отметили область, нажали на «Рассчитать» и вот результат – претендует ваша семья на них или же нет. Обратите внимание, что при расчёте должны учитываться все выплаты – зарплата, больничные, премии, гонорары и иные аналогичные доходы. Стоит отметить, что путинские выплаты с каждым годом улучшаются. Не за горами и новые изменения, которые наверняка понравятся молодым родителям. Также с 1 января 2020 года вступил в силу и областной закон по поддержке семей, имеющих детей. Родители, у кого рождается второй и последующий ребёнок, имеют право обратиться в отдел социальной защиты за получением областного семейного материнского сертификата. Получить такую поддержку могут родители, которые проживают не менее одного года на территории Смоленской области и чей доход также не превышает двухкратной величины прожиточного минимума. Сертификат наш можно будет по исполнению ребёнку трёх лет потратить либо на улучшение жилищных условий, либо на обучение детей. Конечно, это ещё не все выплаты, на которые могут претендовать родители. Есть ещё несколько, о которых в скором времени мы вам расскажем. Но уже чувствуется, что с такой поддержкой общероссийский бэби-бум не за горами. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает крещение Господне. Частью праздника становится обряд Великого освящения воды, который не обходится без традиционных крещенских купаний. Как это сделать безопасно – далее в сюжете. Крещенский сочельник и в сам День Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной Литургии совершается обряд Великого освящения воды. По древней традиции, которая появилась на Руси с принятием христианства, многие верующие независимо от погодных условий купаются в купелях и водоёмах. Согласно поверью, в этот день вода становится святой и исцеляет любые недуги. Это очень хорошая традиция. Во-первых, мы уподобляемся Богу, стараемся всячески повторить Его подвиг, если так можно сказать. И это, конечно же, очень хорошо для организма – это закалка, но нужно быть всё равно аккуратнее. Но нахождение в воде низкой температуры даже для здорового человека – это сильный стресс. Врачи рекомендуют к такому готовиться заранее с помощью регулярного закаливания. Это значительно снизит нагрузку на организм. А в некоторых случаях от погружения в ледяную воду лучше вообще отказаться. Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжёлыми заболеваниями любого характера, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевополодящих путей, почек и другие. В Смоленской области оборудуют 48 мест для крещенских купаний. А ближайшая к Десногорску купель традиционно находится в деревне Савеева. Верующих там ждут в ночь с 18 на 19 января. Олег Соловьёв, Александр Бедрофеев, Десна ТВ. Это были все новости на сегодня. Больше интересного можно увидеть на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. Хороших вам выходных и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!